Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре, нашей вебинарной недели. Сегодняшний вебинар буду вести я, называется он «Арт-портал для школьников и вузов, больше чем галерея». Ну что ж, перед тем, как начать вебинар, да, я надеюсь, что меня нормально слышно. Думаю, что если бы не было слышно, то вы бы мне уже давно минусы поставили бы в чат. Как всегда, несколько слов для тех, кто на нашем вебинаре впервые или недавно ходит на наши вебинары. В самом начале чата находятся две полезные ссылки. Первая из них ведет на сайт Директ Академии, на главную страницу с расписанием. В этом расписании это интерактивное расписание. В самом низу страницы находится интерактивное расписание на весь год учебный. В этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары, которые будут проходить вплоть до июня месяца 2018 года. А также посмотреть записи всех вебинаров, которые за этот год уже прошли. И вторая ссылка ведет наш канал на YouTube и отвечает на вопрос, ведется ли запись этого вебинара. Да, запись этого вебинара тоже ведется. И сегодня, вот как раз в четверг, я обычно выкладываю, в четверг вечером, я обычно выкладываю запись всех вебинаров на наш канал на YouTube. На нашем канале хранится в настоящий момент уже около 230 записей всех прошедших вебинаров Директ Академии. Разрешите также проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся у нас в ближайшее время. Завтрашний вебинар. Одну минуту, сейчас я продублирую в чат эту информацию. Итак, наш завтрашний вебинар ведет Татьяна Телегина, наш самый популярный спикер. Это будет наш пятничный вебинар, который называется «Фэншуй для ВКР. Работа с текстом. Форматирование и оформление». И понедельничный наш вебинар, 29 числа, проведет Наталья Самылкина, представитель издательства «Лаборатория знаний». Название такое «Организация проектной деятельности школьников среди средствами образовательной робототехники» на примере серии книг «Рабофишки». Ну, что ж, вводные слова я закончил. Еще в конце вебинара будет пара общих слов. А сейчас давайте приступим к вебинару. Я прошу прощения, сегодня солнце такое яркое, что пробивает даже сквозь штору. И я нахожусь в таком слегка засвеченном состоянии. Но, надеюсь, это не слишком помешает сегодняшнему вебинару. Итак, сегодняшний вебинар посвящен арт-порталу. Арт-портал – это в основном открытый, есть в нем и закрытая часть, но это в основном открытый ресурс компании «Директ Медиа», в котором вы можете найти массу полезной информации по искусству. Вот сегодня мы про этот арт-портал и поговорим. Вот так выглядит главная страница арт-портала. Функционал от портала вполне соответствует стандартному, в данном случае я произношу слово «стандартное» как положительную эмоцию, стандартному составу галереи. Это во многом традиционная галерея, но в ней есть очень нетрадиционные моменты. Ой, одну минутку. Сейчас я мышку свою подвину, чтобы удобно было. О которых мы сегодня тоже с вами поговорим. Ну и в рамках арт-портала существует большой подпроект, который можно, конечно, считать уже и самостоятельным проектом. Но, тем не менее, эти два проекта слиты воедино. Это проект, который называется «Артотека», подписной сервис, в выпуске которого выходят раз в две недели. Ну, давайте немножко поговорим об арт-портале. Вот ссылка на арт-портал. Просто прибавляется три буквы «арт» к нашему главному домену, «Библиоклуб.ру» и попадаете на арт-портал. И большинство его сервисов сразу становятся для вас доступными. Арт-портал – это, ну вот если в цифрах, почти 65 тысяч изображений, 7 тысяч авторов, из более чем трех тысяч музеев. Почему мы считаем арт-портал учебным? Это не просто сайт с картинками, а учебный портал, как мы его позиционируем. Ну, тут есть несколько, по этому поводу есть несколько соображений. Первое соображение заключается в том, что, конечно, картинки по искусству, особым образом отобранные, сами по себе являются достойным материалом для включения их в разного рода эссе, рефераты и прочие работы школьников, студентов и так далее. А второе соображение состоит в том, что современное развитие интернет-технологий, информационных технологий, ведет к тому, что все мы, преподаватели, студенты, школьники, должны себя чувствовать немножко, как бы это сказать, немножко билд-редакторами. То есть подбор необходимой информации, не только выдумывание информации из головы, но и ее подбор, ее комплексирование, сопоставление и использование в документах комплексным образом является одной из основных компетенций, которые мы должны развивать в себе и должны развивать в своих учащихся. И арт-портал – это как раз одно из средств, где такой качественный контент можно найти, как текстовый, так и, конечно, иллюстративный, и свободно использовать его в своих работах. На арт-портале находится почти 100%. Прошу прощения. Свободная к распространению информация, которая поступила в общественное достояние, которое можно использовать свободно, не опасаясь преследования по законам. Это еще один повод использовать информацию именно отсюда. Ну что ж, еще несколько слов по поводу того, что на нашем портале есть и какие у нас принципы его создания. Ну вот здесь приведены только некоторая, небольшая часть стилей и направлений и жанров, которые поддерживаются на нашем портале. Не буду перечитывать это, сами видите, все основные стили и направлений и жанры, и более того, стили и направлений и жанры являются фильтрами, по которым можно информацию отобрать. Что мы в основном делаем? Было время, когда мы накапливали основную базу арт-портала, помещали туда большое количество иллюстраций. В какой-то момент мы поняли, что работа над качеством важнее, чем работа над количеством. И с этого периода мы накапливаем количество более разумными темпами, тем более, что основной массив классики, арт-классики, уже лежит на арт-портале. И больше работаем над качеством, которое заключается, во-первых, в консолидации информации, то есть приведении атрибутики произведений к надлежащему виду, к качеству этой информации, то есть к повышению качества самой атрибутики и повышению качества самих изображений. Описание к изображениям. Некоторые изображения, кроме атрибутики, имеют и текстовое описание, сплошным текстом, достаточно большие, иногда абзац, иногда больше, которые можно использовать уже как более подробное описание, опять же, использовать в своих производных произведениях для того, чтобы как-то не холодными цифрами атрибутики, а человеческими словами описать произведение. Про качество изображения я уже говорил чуть выше. Следующий пункт — это работа наша над арт-отекой, проектом арт-отеки, про которую я чуть попозже расскажу. И как раз в тренде работы над арт-отекой это работа с интерактивностью и мультимедийностью ресурсов, которые мы используем. Об этом тоже чуть попозже расскажу подробнее. Как я уже говорил, вот здесь вот на предыдущем экране мы... Сейчас я включу карандашик. Как на него сделать корректную ссылку? Правой клавишей мыши высвечиваете изображение во весь экран. Берете изображение на... Это первый способ. Берете ссылку на само изображение. Это первое. Первый способ. Второй способ — это ссылка... А, вы имеете библиографическую ссылку. Ну, это вам надо, наверное, посмотреть вебинар про авторство в Директ Академии. Там несколько слайдов было приведено, как делать ссылки в интернете. Есть несколько ГОСТов, которые посвящены... Один 2001 года... Номера не помню. Один... Да, Александр Александрович, я рад вас видеть на... На нашем вебинаре. Один ГОСТ 2001 года, другой 2008 и, по-моему, 2013-го годов. Один ГОСТ посвящен как раз библиографическому описанию интернет-объектов и... Два других не помню, как называется. Я не... Во-первых, мои библиографические познания желают лучшего. А во-вторых, я как-то... Моя сфера деятельности находится прямо в интернете, поэтому под ссылкой я больше... Больше понимаю не библиографическую ссылку, а вот конкретный линк URL, который я использую. Вот. Мне этого вполне достаточно. Итак, вернемся. Я здесь говорил о том, что у нас есть описание к изображениям. И вот эти описания имеют еще и представление в интернете. Те изображения, которые имеют такие описания, они вот имеют такую вот рамочку. Видите, тут ее не очень хорошо видно. Слабая синий-зеленая рамочка такая. Вот. То есть сразу можно при поиске изображений и при анализе выдачи можно сразу анализировать, есть ли развернутая информация или нет. Ну вот, да. По поводу качества информации так примерно выглядит атрибутика. Это... Здесь, кстати, не все графы, но основные, да. Это автор произведения, год появления изображения, произведения, материал, из которого сделано или каким образом произведено это изображение. Размер в сантиметрах, но это стандартная единица для произведения искусства. Музей, где это все хранится, если есть такая информация, и город, город, где это... город, где это хранится все. Есть и... Иногда и другие... Появляется и другая атрибутика, но это основная, в принципе, ее хватает, чтобы подробным образом описать... описать произведение. Что касается качества изображения, мы активно работаем над заменой изображений первого периода, когда мы просто считали за благо иметь изображение, лишь бы иметь его. То есть, чтобы оно просто было представлено. Теперь мы заменяем изображение на изображение лучшего качества. И под качеством, во-первых, имеем в виду разрешение. И тут у нас разрешение вплоть до гигапиксельного. О гигапиксельных картинках чуть попозже расскажу. Во-вторых, это улучшенная цветопередача. Ну и вот в плане первых двух пунктов мы постоянно заменяем изображения, одни и те же изображения, на более качественные. Более качественные изображения в сети становятся все более и более доступными по разным каналам, поэтому поиск таких более качественных изображений это одно из главных направлений. Вообще техника шагает семимильными шагами и изображение произведения искусства улучшается буквально от года к году. по крайней мере, вот если взять взять период пять лет вот такой вот, то можно заметить просто хотя бы по поиску картинок, можно заметить насколько улучшилось улучшились те изображения, которые в сети есть и тот средний стандарт, который пять лет назад считался достаточно хорошим, в настоящее время уже считается таким очень средненьким и удовлетворительным разве что. Вот, ну об этом чуть попозже я еще раз коснусь, когда будем говорить про гигапиксельные картинки в нашей артотеке. Какие виды интерактивности мы применяем? Галереи подборки изображений, слайдеры, которыми удобно перемещаться между большими массивами изображений, не вверстывая их в экран, интерактивные оси времени видео отрывки и то, что мы называем интерактивными путешествиями по большим картинам. Еще раз повторюсь, это мы с вами немножко сегодня рассмотрим. Ну давайте немножко теперь пройдемся по интерфейсу арт-портала на примере вот этих вот кнопок, которые слева расположены. Это кнопки разных видов искусства. Самая первая и самая обширно покрываемая составом своим кнопка это кнопка первая живопись. Вот давайте посмотрим, что получается, когда мы по этой кнопке нажимаем. Я тут пропускаю промежуточный экран фильтрованного поиска среди списка картинок и сразу отправляю вас на конкретную картинку. И здесь мы будем смотреть, какие здесь есть элементы на этой картинке. Во-первых, название картины, сама картинка. Это еще до того, как мы начали эту картинку внимательно рассматривать. Это предпросмотр. Дальше название картинки, атрибутика картинки, о которой я уже с вами говорил. И некоторые добавочные кнопки, которые существуют, если вы зарегистрировались на арт-портале. На арт-портале можно зарегистрироваться даже бесплатно. Но, как правило, регистрация появляется тогда, когда вы подписываетесь на проект арт-отеки. Вместе с этим вы приобретаете и возможность именного входа на арт-портал и некоторые дополнительные возможности, такие как рассматривание картинок в повышенном качестве. вторая кнопочка это графика. Вот видите такой карандашик. на ее примере мы посмотрим следующий момент. Да, здесь вот та же атрибутика, причем смотрите, тут атрибутика расширенная, есть страна, город, местонахождение там и так далее. Принадлежность к стилю есть. Ну, а здесь мы рассмотрим такой элемент интерфейса, как рекомендуемый для просмотра объекты. Вот обычно это располагается в подвале, ну, не в подвале всего сайта, а снизу от основного изображения, основной текстовой информации и здесь размещается некая похожая информация, которая может вас заинтересовать. Следующая кнопка. Это кнопка, да, я хотел бы отметить, что это на примере этих кнопок мы рассматриваем, на примере произведений этого вида, мы рассматриваем, какие есть возможности на конечном экране. Непосредственно, конечно, с этими кнопками не связано, мы можем видеть, это можно практически в каждом случае получать независимость от вида искусства. Итак, архитектура, здесь все примерно так же, ну, немножко отличается атрибутика, разумеется. И здесь мы видим, что присутствует навигационная цепочка, так называемые хлебные крошки. Трудно этим видом интерфейса кого-то удивить, тем не менее, просто называю, что такой интерфейс присутствует, и всегда можно иерархически откатиться на предыдущий уровень, для того, чтобы начать поиск заново, или отбор иллюстрации заново. Следующая кнопка, которую мы рассмотрим, это скульптура. Да, ну и вот на скульптуре мы давайте рассмотрим конечный экран рассматривания, подробного рассматривания изображения. Да, и здесь видим, что есть возможность поделиться в сетях и так далее. Ну и такой вот достаточно важный момент, как рассматривание изображений в увеличенном виде. Если изображение больше, помещается в стандартный бокс, вот здесь вот, то его можно рассмотреть более подробно, детально. Детальность этого рассмотрения, но вот здесь детальность не такая, не так велика, вот такой достаточно большой кусочек здесь воспроизведен, а иной раз детальность воспроизведения гораздо выше, и можно рассмотреть изображение в гораздо более высоком качестве. Да, ну и вот здесь как раз случай, когда изображение гораздо более высокого качества, чем если его осматривать, рассматривать его общий вид. Вот в данном случае мы рассматриваем маленький такой кусочек, вот здесь его видно. Рассматриваем очень детально и можем рассмотреть такие нюансы, которые обычно не видят и не обращают на них внимание. Но более подробно об этом моменте я поговорю позже, когда будем говорить конкретно о вот этом полотне, кто не узнал, это явление Христа народу Александра Иванова. Вот у у нас есть соответствующий и свободный проект ортотеки, который можно посмотреть, мы до него доберемся сегодня еще. Следующая кнопка это декоративно-прикладное искусство, ну и ниже театр будет. да, ну и здесь я хотел бы отметить, что как и в любых других контентных проектах, здесь есть поиск и отбор по различного рода фильтрам, связанным там с жанром, видом, временем и многими другими параметрами. Ну, а теперь давайте пройдемся по нижнему ряду интерфейса. первый ряд это авторы и если мы хотим искать произведение по авторам, ну, не поискам, а просто выбрать конкретного автора в списке, то это как раз путь через вот эту вот кнопку. Здесь я хотел бы отметить, что авторы, очень многие авторы, как вы помните, в самом начале было описано, что 7000 авторов у нас представлено, вот по главным персонажам из ряда художников у нас есть достаточно подробное описание, вот, например, типичное такое описание, в данном случае, это биография, разумеется, биография авторов, это тоже очень важный аспект в том, чтобы считать данную, данный проект учебным, биографии активно или выдержки из биографии активно используются в учебной деятельности, портрет самого автора, если он существует, портрет или автопортрет, более-менее подробная информация о нем, биография, а это нижняя часть экрана, нижняя часть экрана, если у нас в нашем интернет-магазине есть релевантные книги, то это интернет-магазин электронных книг, если кто не знает, DirectMedia.ru если есть соответствующие книжки, на них можно попасть в один клик на возможность их приобретения в интернет-магазине, ну и внизу располагаются работы автора, где можно просто посмотреть, что есть на нашем портале и прямо прямым кликом посмотреть каждую из этих картинок. То есть вот такая целостная информация о конкретном авторе, конечно, это особо важно тогда, когда автор известный, тогда про него много и текстовой информации, и автопортреты, и его произведения в большом количестве присутствуют, и все это показано на одной странице. Еще одна кнопка это музеи, соответственно, про самые известные музеи, ну, про большое количество музеев, не только самых известных, у нас есть важная информация об истории этого музея, непосредственная ссылка на сайт музея, где часто можно получить дополнительную информацию, а в последнее время очень часто можно получить также и конкретную информацию о части коллекции, то есть части коллекции, иногда и полные коллекции выставляются в интернете на всеобщее для свободного употребления, некая дополнительная информация о музее и так далее. Ну, и вот здесь снизу представлены произведения этого музея, которые есть в нашей галерее, их можно пролистать и выбрать сразу то, которое вам необходимо. Следующий элемент меню это эпохи и стили. Ну, и здесь вот есть такой же способ, во-первых, поиска и фильтрации по... Здесь, может быть, не очень хорошо видно, тоненький достаточно такой интерфейс, на большом экране видно лучше, это способ выбора периода, за который вы хотите посмотреть, то есть эпохи, другими словами, времени, в котором вы хотите искать произведения. Если вас интересуют произведения, например, только 12 века, то вы сразу резко ограничиваете свой поиск, вам не надо искать ни по названию, ни по всем 65 тысячам картинок, вы сразу получаете какие-то очень компактную выдачу, которые можете потом посмотреть. Ну, и то же самое по стилям, вы можете смотреть в разных стилях и выбирать по стилю. Имеются ли аналоги? аналогов полно, конечно, у каждого галереи вообще галереи изображений это не то, чтобы какой-то ноу-хау в интернете, дело-то в том, что каждая галерея, точно так же, как и каждый музей, она имеет свой принцип комплектования, что ли, да? Вот наш принцип комплектования заключается в том, чтобы это было удобно для обучающихся, чтобы было побольше информации сопоставимой, чтобы получить, чтобы прямо на портале была бы информация дополнительная, конечно, есть, например, галереи, в которых только картинки без всяких подписей, а все остальное предполагается, что человек умный, сам все найдет, что надо, найдет поиском, что надо, найдет в Википедии и так далее. Но это тоже подход, но у нас подход другой предоставлении комплексной информации. Вот, да, для каждого стиля тоже есть свое описание, и это описание тоже является частью нашего арт-портала. возможностей пользователя зарегистрированного, ну, кроме арт-отеки, о которой отдельно поговорим, это создание, в основном, это создание коллекций, дополнительных коллекций, то есть, некоторых выборок изображений, которые хранятся прямо на арт-портале в вашем личном кабинете. То есть, другими словами, работая над галереей для разных своих произведений, вы можете выбрать разные картинки, разные наборы картинок. Извините, что я говорю слово картинок, у меня такой сленг интернетовский уже, да, это не потому, что я пренебрежительно отношусь к этим произведениям искусства, а просто такой вот интернетовский сленг. Вот, ну, и можно потом из этих собраний, из этих коллекций что-то делать, какую-то свою производную работу. Вы знаете, я пропущу этот момент, как это делается, это, в общем, достаточно все понятно, и я думаю, что это все-таки не главное в нашем, в нашей галерее. Да, вот, по поводу поиска, ну, практически во всех проектах Директ Медиа один и тот же подход, то, что поиск это является самым важным элементом проекта, и здесь поиск тоже такой достаточно серьезный, расширенный, во-первых, собственно, сам поиск по любому сочетанию, фильтр по эпохе, различные фильтры по стране, музею, жанру, автору, стилю, и так далее. Вот, все это, все это осуществляется, и это особенный набор фильтров, он помогает сразу ограничить некоторый набор от 60 тысяч, переместиться к сотням, где уже можно подбором все сделать. Да, ну вот о расширенном поиске как раз только что поговорили, и давайте немножко поговорим об артотеке, про артотеку будет у нас отдельный вебинар, и даже два вебинара, один, собственно, про артотеку, а второй про самые новые проекты артотеки, но это уже будет весной. Вот, а пока просто расскажу про этот проект. Артотека это подписной сервис внутри артпортала, ну, у него есть собственная жизнь, в принципе, им можно пользоваться и вне зависимости от портала. Связь между артотекой и артпорталом заключена в том, что в артотеке используются изображения, которые помещены в артпортал. Ну, или если мы хотим сделать какой-то выпуск артотеки и при этом у нас нет соответствующих изображений, мы их сначала помещаем на артпортал и потом используем в артотеке. И всякий раз, когда внутри выпуска артотеки вы хотите познакомиться с произведением в более, в лучшем качестве, в этом случае вы просто тыкаете на это изображение, попадаете на артпортал и там уже рассматриваете его средствами артпортала в увеличенном качестве. Артотека состоит из выпусков. Выпуск артотеки сейчас речь идет примерно о 60-м выпуске. каждые две недели появляется новый выпуск и из себя каждый выпуск представляет следующее. Это обширная страница либо некое обширное пространство нахождения объектов, например, условно-бесконечный холст или длинная страница, на котором находится большая информация о десятках или сотнях произведений, связанных одной общей мыслью. Это могут быть произведения какой-то страны, это могут быть произведения какого-то автора, произведения какого-то музея. Иногда это одно единственное произведение, которое мы рассматриваем в большой подробности. Есть несколько таких подходов. Как правило, речь идет о живописи и графике, иногда о скульптуре и иногда в последнее время, особенно, мы стали чаще обращать на это внимание об архитектуре. Чтобы перейти в ортотеку, надо просто на главном экране нажать на этот элемент интерфейса. Далее мы попадаем в интерфейс, который представляет собой набор плиток. Плитки это обложки наших проектов. Как я говорил, уже около 60 проектов нами создано. Часть из этих проектов является бесплатными. Четыре проекта, их можно рассматривать прямо сейчас, перейти и смотреть. Что это за выпуски, я чуть попозже скажу. Вот только некоторые наши проекты. Это как вы видите проекты по странам, например. Проекты по именам авторов. Иероним Босх, Бальтазар Нойман. Проекты по временам, например, итальянское возрождение. Проекты по направлению, образ Христа в европейском искусстве, пейзаж и так далее. Книжная миниатюра, кстати, это один из свободных проектов, очень интересный, предлагаю вам его посмотреть. Ну и наконец, о чем я вам говорил, несколько проектов. Эти проекты лично я люблю больше всего. Это подробное рассмотрение каких-то произведений. вот один из таких проектов, который является свободным, это Александр Иванов «Явление Христа народа». Мы чуть-чуть о нем еще поговорим. Какие виды... Да, тут вот еще другие есть. Не буду всех здесь переводить, это просто примеры названий. Какого рода бывают у нас проекты? так, где-то у меня тут... Да, вот он. Какого рода проекты в артотеке присутствуют? Самый первый и самый исторически первый, скажи, форма арт-проектов это интерактивная страница. Создана она в виде такой условно бесконечного холста. На этом холсте помещаются некие метки и надписи. По ним вы можете переходить в подразделы и рассматривать в подразделах изображения и пояснения в виде слайдера. Второй и наиболее распространенный вид наших проектов это лонгрид или большая страница, длинная страница с хорошо структурированным текстом с верстанными страницами и иногда достаточно часто с интерактивными элементами, которые также верстаны в саму страницу. Принцип лонгрид я сейчас рассказывать вам не буду. Само понятие лонгрид возникло лет 6-7 назад в связи с тем, что электронные средства массовой информации поняли, что длинные тексты не читаются и надо принимать какие-то меры к тому, чтобы передавать достаточно большую информацию. И был создан такой принцип лонгрида глубоко структурированного, хорошо размеченного текста с большим количеством мультимедиа и интерактива, который позволяет донести до читателя достаточно обширную информацию. Не короткие новости на два абзаца, а более-менее обширную информацию. Наши лонгриды выполнены в инструменте, который называется тильда, и при помощи него мы создаем такие выпуски. Ну и один из самых продвинутых видов наших проектов это интерактивная карта, в которой мы это как раз тот вид, который позволяет очень подробно рассмотреть отдельное произведение. Требования к этому произведению, точнее не к произведению, а к изображению этого произведения таковы, что оно должно быть изображением высокой четкости или по-другому говоря, гигапиксельной картинкой. Гигапиксельная картинка, чтобы вы имели просто представление, эта картинка примерным размером 30 тысяч на 30 тысяч пикселей, то есть если перед вами монитор Full HD, это значит примерно 15 мониторов в право-влево в ширину и 30 мониторов в высоту. Вот можете представить, если представить эту картинку пиксель в пиксель на вашем мониторе. Вот такая глубина увеличения доступна. да, ну и все это разумеется не просто путем банального увеличения меньшего изображения, да, а с погружением в вглубь этой картинки качество не ухудшается. Вот это качество позволяет рассматривать произведения очень подробно, таких произведений очень много, на больших полотнах, как правило, есть объекты, которые хорошо рассматривают на общем виде, на каком-то среднем виде, и очень мелкие детали, которые тоже можно рассмотреть и разглядеть что-то на них более интересное. Является портал актуальным для преподавателей инженерных и естественно научных специальностей. Для чего он им нужен? Ну, во-первых, преподаватели не скажу для преподавателей, не хочу делить преподавателей на и вносить сюда вот этот вот как бы это сказать противоречие между технарями и гуманитариями, в которые наше общество погружено, я хотел бы сказать, наверное для ну вот сам я технарь, между тем не менее очень люблю произведения искусства и наверное даже с большим интересом рассматриваю вот подобные порталы, нежели порталы по техническим дисциплинам. Вот может быть непосредственно непосредственно в своей преподавательской деятельности и нет, хотя почему нет, я считаю, что во-первых в любой естественно научной области и инженерной области есть всегда исторический аспект, а в этом историческом аспекте всегда есть аспект биографический, например, преподавая физику невозможно не говорить о истории физики, да, в истории физики надо понимать какие что было до, что было после и кто являлись двигателями прогресса. Там нельзя не говорить о Ньютоне, нельзя не говорить о Гуке, о Ломоносове и так далее. И в данном случае, конечно, арт-портал является помощником в нахождении вот этой гуманитарной информации для естественно научных направлений. Это первое, что мне приходит в голову. На самом деле, наверное, можно и что-то другое найти. Вспоминая свой учебник физики, например, изображение опыта по растягиванию двух сфер лошадьми в разные стороны, наверное, это же тоже было изображено на каком-то произведении искусства. Поэтому, наверное, пересечения между искусством и технологией существуют и они достаточно существенны, на мой взгляд. Это первое, что приходит в голову. А так, конечно, преподаватели инженерных естественно-научных специальностей те же люди, которым это прежде всего может быть интересно. Да, ну и, наверное, технарям и особенно айтишникам будут интересны некоторые способы представления информации, интерактивного представления информации как таковые. Но это уже немножко другой аспект. Итак, вернусь к своему повествованию. Вот это первый вид наших наших проектов ортотеки, интерактивные страницы, где информация разбросана по условно-бесконечному холсту. На нее можно тыкать и попадать в слайдер, который вот таким вот образом дальше можно перемещаться и читать информацию вот здесь при необходимости ее копировать. В некотором смысле вот такой вот разброс по бесконечному холсту это если вы готовили презентации в презе, это примерно вот такой вот подход к размещению информации. достаточно распространенные в наше время. Следующие это вот такие вот лонгриды. Лонгриды всегда начинаются с большой красивой обложки, которая создает настроение для дальнейшего чтения. Дальше идет верстанный текст. Верстки разные бывают с большим количеством текста, с малым количеством текста. Текста, как правило, достаточное количество в каждом выпуске примерно от одного до трех авторских листов. Но текст не мешается, он часто вот здесь нет такого скриншота, он часто расположен в отщелкивающихся элементах, когда наверху расположена только основная информация, а чтобы почитать текст достаточно глубоко, надо его отщелкнуть и прочесть. Но прямой верстки текста вертикальной нету, и поэтому не создается ощущение такой гигантской страницы, которой невозможно прочесть. То есть, вы можете вообще не углубляться в чтение текста, посмотреть только картинки и посмотреть атрибутику этих картинок, а можете почитать более глубокие тексты, где на каждое из произведений искусств будет отведено два, три, а то и больше абзацев и использовать эту информацию. Среди лангридов тоже есть разные подходы. Один из первых наших подходов был использование информации в свое время агрегированной на компакт-дисках компании Direct Media и мы создавали вот такие лангриды, где было большое количество иллюстраций. Самый такой обширный наш лангрид, он, кстати, свободный, в свободном доступе, его можно посмотреть. Это образ Иисуса Христа в европейском искусстве. В нем 517 иллюстраций, 8 разделов и 8 интерактивных таймлайнов. Правда, в нем почти нет обширной текстовой информации, кроме атрибутики, но зато большое количество иллюстраций соответствующим образом отструктурированы. Я только что упоминал таймлайны, интерактивные таймлайны. Интерактивный таймлайн выглядит вот так. Это большое изображение наверху с возможностью слайдером переключаться вправо-влево. Сама интерактивность находится снизу. Вот здесь может быть не так хорошо видно, но смысл ее в том, что здесь располагается ось времени. На этой оси времени отложены отдельные произведения искусства по времени их появления с краткой надписью на этих шильдиках. Эту ось времени можно сжимать разжимать двигать вправо влево и напрямую переходить на какое-то изображение. Вот такие интерактивные таймлайны они в них собраны эти восемь разделов о которых я говорил. Православная тема представлена достаточно широко у нас кроме того что просто мимо нее нельзя пройти потому что и русское и европейское искусство эту тему затрагивало это была первая тема можно сказать в искусстве по крайней мере до 18 века. А потом у нас есть отдельные выпуски например к Пасхе 2017 года был создан выпуск Звезда Пресветлая о Богородичных иконах ну и да вот есть вот отдельно вот такой вот выпуск образа Иисуса Христа и есть выпуск о котором я чуть попозже поговорю по картине Иванова. Ну здесь я просто говорю об интерактивности и о том что сам принцип вот этот интерактивный принцип таймлайна он очень полезен он очень полезен потому что позволяет ввести и вот кстати он очень полезен именно с точки зрения образовательной потому что он позволяет ввести контекст времени в ту тему которую мы освещаем это не обязательно вот искусство в данном случае применено для искусства а вообще говоря более широко вообще для образования я считаю таймлайн для образования это очень особенно для гуманитарного образования это очень важная вещь потому что введение исторического аспекта в любую область она эту область сильно улучшает сильно улучшает вообще понимание потому что одно время одно дело написать текстом что вот это событие произошло после этого а в это время было то-то а вот потом через 20 лет случилось то-то и то-то а другое дело чисто графически это увидеть насколько были эти события далеки друг от друга и сопоставить их интерактивно вот буквально сразу перед собой в данном случае это произведение искусства расставлено вот в таком виде и это тоже очень полезно ну и последний вид о котором я обещал рассказать поподробнее это интерактивная карта то есть это рассматривание одного единственного произведения подробно заглядывание во все его уголки с описанием того что и как у нас есть несколько таких выпусков один из них это Иероним Босх целых два выпуска два таких интерактивных две такие интерактивные карты второе это давайте я вам сейчас эту ссылочку дам чтобы вы могли ее разглядеть параллельно с моим рассказом это вот Александр Иванов Явление Христа народу это как раз открытая ссылка ее вы можете и сами смотреть и показывать для примера кому захотите смысл я уже примерно описал во первых это надо где-то раздобыть вот такое изображение гигапиксельное или почти гигапиксельное то есть с огромным объемом информации которая на нем есть такое изображение оно обладает дополнительными медийными признаками то есть это изображение у меня даже есть статья по этому поводу самодеятельная статья я не занимаюсь чисто научной деятельностью но пишу иногда статьи которые сам публикую видео лангридов такое изображение обладает всеми признаками нового медиа то есть это не просто иллюстрация это нечто среднее между иллюстрацией с медийной точки зрения если рассматривать нечто среднее между иллюстрацией фильмом и возможно игрой дело в том что такое изображение невозможно рассмотреть за приемлемое время в максимальном качестве да и нет такой нужды потому что эти изображения они содержат разную информацию в разных увеличениях то есть как я уже говорил некоторые объекты надо рассматривать при общем виде некоторые объекты требуют среднего увеличения там примерно в 5-6 раз а некоторые объекты совсем крошечные их надо рассматривать при увеличении там допустим 30 крат да и только специальный человек проводник ваш в мир этого изображения может оптимальным образом провести вас по этому изображению и показать все важные детали этого изображения при разных увеличениях вот наши выпуски которые сделаны в виде интерактивных карт они именно таковы в настоящее время у нас такие выпуски есть по Иерониму Босху по Александру Иванову по картине Брюлова последний день Помпеи и элементы этой технологии мы также применяли в других наших выпусках таких например как Абердинский Бестиарий Ну и чтобы рассказать подробно да ну вот это чисто технически это выглядит вот так есть инструмент который мы используем этот инструмент свободный он называется StoryMap.js при помощи этого инструмента готовятся вот такие вот интерактивные путешествия где слева увеличены изображения а справа можно помещать дополнительную информацию в виде текстов ссылок картинок и возможно даже каких-то звуковых видео видео вставок ну и да вот здесь я хотел бы чуть-чуть подробнее рассказать о той ссылке которую я вам дал это Иванов Явление Христа народу интерактивная карта она у нас свободная это первый наш выпуск сделанный в этой технологии вот вот здесь вы видите как мы использовали эту технологию чтобы дать дополнительную информацию Александр Иванов наиболее интересен в этом плане потому что к своей картине Явление Христа народу которую он писал более 20 лет он подготовил более 400 эскизов некоторые из этих эскизов он потом многие из этих эскизов он потом использовал для того чтобы отработать те фигуры которые потом появятся на ну на самом деле не только фигуры элементы пейзажа вообще элементы своей картины будущей он отрабатывал в виде эскизов и вот некоторые из этих эскизов мы использовали в этом интерактивном путешествии чтобы проиллюстрировать как шла работа над полотном и сейчас я вам покажу маленький маленький видеоотрывок чтобы показать как именно это выглядит вот вживую а пока читаю вопросы про себя здесь находятся краткая информация о том как использовать интерфейс путешествия кроме слайдера на который мы сейчас будем нажимать здесь внутри этого фильма можно перемещаться и непосредственно по вот этим вот серым ссылкам нажимая на шильдики вот эти и перемещаясь непосредственно на того персонажа который интересен обращаю ваше внимание что здесь вот как раз видно что происходит приближение и после приближения происходит улучшение качества изображения до того уровня который нам необходим это перечисление тех фигур которые изображены вот мы видим что можно также просто двигать изображение мышкой вперед-назад группа апостолов Иоанн Богослов апостол Андрей апостол Нафанаил по каждому из этих персонажей у искусствоведов есть свои описания и свое мнение о том что они означают вот например эта фигура предполагается что ее Иванов писал со своего друга Гоголя Можем также посмотреть насколько велико увеличение вот сейчас в самом конце вы видите в максимальном увеличении некоторые детали вот эти вот люди в лесу за рекой я уверен что даже побывав в Третьяковке вы редко на эти мелкие детали обращали внимание более того рассматривая там это большое полотно которое занимает целую если вы помните целую стену вряд ли можно если так сказать глазами дотянуться до этой детали она все-таки в центре изображения вот примерно вот над головами апостолов находится и разглядеть ее не так не так удобно отвечаю на вопрос Александра Александровича по поводу того как это лучше дать ну конечно ссылку на сам портал те ссылки которые я сейчас в чате привожу их тоже разумно дать я думаю и можно дать ссылки на те вебинары которые я вел с подробным описанием арт портала и артотеки чтобы их посмотреть и при необходимости посмотреть и более какое-то глубокое мнение иметь ввиду коллеги ну вот и все на на артотеку возможно разные виды подписки индивидуальная подписка на год 1400 стоит на полгода 800 рублей напоминаю что в год 24 новых проекта в артотеке появляется подписка подписка для юридических лиц для вузов профильных для ну не только для профильных для любых юридических лиц стоит 20 тысяч в год ну и для любых вузов библиотек бесплатное пробное полнофункциональное подключение на 3 месяца может запросить у нашего менеджера пока и если у вас есть вопросы готовьте а я обещал в конце несколько дополнительных а да совсем забыл да у нас 4 открытых проекта артотеки прямо с главной страницы артотеки к ним есть свободный доступ по по щелчку на соответствующей на соответствующей плитке да один из таких проектов это явление христа народу о котором я говорил и ссылку на который вам передал замечательный проект также книжная миниатюра я ее очень люблю этот люблю этот проект потому что там красивые картинки да очень ну и еще два проекта это искусство Китая и образ Иисуса Христа в европейском искусстве вот они тоже свободны их можно посмотреть даже не подписываясь на артотеку и теперь два объявления которые я хотел бы сделать которые я постоянно делаю объявления первое это то что мы хотим в июне провести один два может быть три максимум вебинара от наших слушателей но мы хотели бы провести конкурс таких вебинаров поэтому я вам предлагаю сделать следующее одну минутку где у меня эта ссылочка так а эту ссылку я забыл одну минутку сейчас я в чате вам воспроизведу эту ссылку я вам сейчас дам ссылку на табличку в которую табличку в google документах которые вы можете заполнить предложением о своем собственном вебинаре который вы хотите провести где-то до мая месяца мы будем собирать ваши предложения после этого мы проведем среди вас же голосования чтобы выяснить какие темы наиболее интересные для вас для наших слушателей и где-то в июне предоставим трибуну тем спикерам которые победили в этом голосовании и проведем таким образом вот так такие вебинары уже от вас к нам не от нас к вам а от вас наших слушателей к нам чтобы вы могли поделиться наиболее интересными сведениями ссылка которая в чате будет видна в ютубе вебинаре нет в ютубе ссылки не не просматривается ссылку надо сохранить где-то и потом ей пользоваться вообще в ютубе современный ютуб не поддерживает горячие точки то есть звук пропал у всех звук пропал да или только у меня раз два три раз два три как меня слышно плюсики поставьте пожалуйста да ну значит это только у Сусанны Шау да я уж испугался что последние несколько минут говорю в воздух итак да для тех просто кто с технологией немножко не знаком хочу сказать что все ссылки в чате надо если они вам важны надо сразу же сохранять у себя в браузере в закладочках потому что при воспроизведении в записи на ютубе эти ссылки не будут кликабельны вот более того если вы хотите получить доступ ко всем ссылкам просто скачайте пожалуйста мой вебинар мой мою презентацию и там у вас будут будут все ссылки вы кликабельными вы сможете ими пользоваться да ну и последнее не буду тратить много вашего времени но хочу сказать что с 6 по 20 марта будет проходить мой курс который называется профессиональная разработка электронного учебного контента сейчас ссылочку в чат тоже вам дам ссылка достаточно простая контентиум тильда в с это курс который запускается уже в четвертый раз четвертый год мы его проводим с компанией ракурс милости просим это курс для тех кто хочет профессионально овладеть разработкой электронного учебного контента ну что ж не буду очень много и долго себя рекламировать я надеюсь что я в процессе вебинара видел все вопросы ну думаю что Александр Александрович если у него будут еще вопросы он найдет способ меня найти мы с ним находимся на линии как говорят навсегда буду рад помочь и ему и любому из тех кто присутствовал на моем вебинаре в более может дать какие-то более подробные ссылки и так далее ну и хочу сказать что нам еще предстоит отдельный вебинар по ортотеке приходите будет интересно спасибо за внимание жду вас на новых вебинарах компании Директ Медиа в键 Here Продолжение следует...